Кин, настал тот самый день. Я готов. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротко. С вами Кин, и сегодня я бы хотел рассказать вам про фильм, который, мягко сказать, разочаровал меня в прошлом году. Благо, хотя бы в силу счастливого стечения обстоятельств, денег я на него не потратил. И хоть я и не особо большой знаток мифов и легенд, но фильмы и сериалы такой тематики всегда меня цепляли. Ну а какие же надежды я возлагал на Вальгалу после просмотра трейлера? Тёмные и жестокие боги, Рагнарёк, Фенрир, а в центре всего пара детей. Ничего против Марвеловского Рагнарёка я не имею, но взглянуть на это событие под призмой тёмного и мрачного реализма, как мне кажется, было бы довольно интересно. Тем более, что, как я думал по трейлеру, фильм подаёт себя как более точная интерпретация события. Но что-то явно в нём пошло не так. А вот что? Давайте разбираться. И да, хоть я где-то и сверялся с Википедией или сторонними сайтами, но, как я уже говорил, я не особо знаток всех этих событий. Так что, если я где-то буду неправ, то поправьте меня в комментариях. Хотя я и не особо-то собирался делать детальный анализ. Скорее, просто поглумиться над фильмом. Ну, а между делом, подчеркнуть что-то, что мне известно. Итак, начнём же просмотр самого тёмного, мрачного и жестокого Рагнарёка в истории. Вальгалла Рагнарёк. А начинается всё с мифологии. Что живут древние боги в Асгарде, под предводительством Одина. И порой они посещают Вальгаллу, где они питаются почитаниями смертных. Благодаря которым они, собственно говоря, и живут. Помимо этого места есть также Утгард, где живут великаны. И Мидгард, где живут люди. Но силы и слава богов тают. Тысячелетняя война с великанами ввергла Вальгаллу во тьму. И тьма эта грозит перейти в Рагнарёк. А вавана срать забыть. Сразу после вступления мы можем наблюдать шикарные пейзажи фильма. Красота-то какая. Лепота. Чё думаете, хвалить буду? Виды, конечно, шикарные. Как и в любом другом норвежском фильме или сериале. Так что, ничего особенного. А мы переносимся к девочке Рёскве. Бля, крутое имя. Которая, постигая экзистенциальный кризис в отсутствии друзей, играет с камнями. И хочет стать вороной. Милые боги, сделайте меня вороном. Сейчас тебя благорожу. Также мы знакомимся с её братом Тьяльфе. Но вот тут уже имя послабее. Скорее как у гнома какого-то. Который, ленивая такая морда, находясь в 100 метрах от веток, насобирал такую маленькую кучу для костра. Хотя, может, если бы кто-то помогал, а не пирамидки строил, то и куча была бы больше. А в это время родители готовят местный деликатес. Варёная грязь с рыбой. Звучит странно, но очень вкусно. Но готовку прерывает дождь. А вместе с ним и прибытие тех, кого вы так ждали. Нет, не их. В гости наведывается арабский Локи и Алкатор. Вам досталась честь приютить двух величайших богов Вальгалы. Справитесь? Куда они денутся? Алкатор понимает, что он не достоин есть варёную грязь. Он посещает своих питомцев. О, какие милые создания. Только что были сожраны. Но сожрать их можно было только при одном условии. Можете есть сколько хотите. Только не сломайте ни одну кость. По ходу трапезы Тор рассказывает байку о том, как Локи однажды в лесу повстречал волчонка. И приютил его. Но щенок рос. И рос ещё. И вскоре мы поняли. Это не собака. Это был волк. Так-то оно может и так. Только вот Фенриер это второй сын Локи. Если судить по оригинальной мифологии. Так что Локи мог бы и правду рассказать. Подумаешь, у тебя сын псина. Чё скрывать-то? Папа-ня. Ну а Локи между делом хитростью провоцирует Ти-Альфе сломать кость. Ты ешь костный мозг? Костный мозг? Да. Чем он хорош? Он дарит силу. Серьёзно? Да, серьёзно. Сегодня Фенриер-волк сидит на цепи Глебнер. И, пожалуй, вот эта сцена единственная годная во всём фильме. Да, с одной стороны ничего такого. Но посудите сами. Бог обмана умом и хитростью без магии заставил смертного пойти у себя на поводу. Всё, на этом похвала фильму заканчивается. Продолжаем. Наступает утро и Тор возвращает к жизни козл-лошадь. Но замечает, что животинка с дефектом. А вот о моральном состоянии животного после убийства, сжирания, возрождения фильм умалчивает. Тор находит виновника, но Локи надоумивает его взять мальца в качестве прислуги Вальгаля. Пусть в наказание за твоего козла мальчишка прислуживает нам Вальгаля. И так как Рёсква становится единственным наследником, она начинает мудро учиться быть опорой в семье. Так, просовываешь нож сюда. Опа. А я не хочу. Эй, Рёсква, стой. Боги покидают семью вместе с Тиальфи. Ты подонок, я запомню, как тебя зовут. Твоя жопа в моих руках. Ты не будешь смеяться, ты не будешь плакать. Ты будешь учиться от и до. И помощь по хозяйству падает на Рёскву. А нет, она сбегает вместе с Тиальфи. А родители? Да и класть на них, сами как-нибудь разберутся. Может, ещё кого понарожают. А тем временем наши герои отправляются по Радужному мосту в Асгард. Стоп. Радужный мост, Радужные боги, а не значит ли это что? Рёскву обнаруживают. Ты здесь откуда? Я буду вам служить вместе с братом. И она начинает мне всё меньше и меньше нравиться. На самом деле, единственный персонаж, к которому у меня нет претензий, это Локи. Харизматичный актёр, хорошая игра, красавец-мужчина. Стоп, что? Это всё Радужный мост на меня действует. А мы попадаем в Асгард. Живописненько. И вот объясните мне, с какого тут такие большие двери? Боги вроде стандартных размеров. Ааа, это скорее всего для тёмных великанов. Ну, либо кто-то комплексует из-за размера. Всё, вопросов больше нет. Также мы узнаём, что... Сделайте удивлённое лицо. Он говорил, цепь выдержит. Фенгриш? Да. А мы отправляемся в чертоги богов, которые больше похожи на заседание Жека, где, пожалуй, самый колоритный чувак, это он. И если я всё правильно понимаю, то это Мимер. Дико мудрая башка. Заседание богов проходит, так и встреча пьяных родственников за столом. Бляшивый, однородный коллега, у которого была целая армия, чтобы не пускать великанов в Аскар. Что ты себе позволяешь? А Фрик даёт рёсквис-советы. Ну, в духе тех ораторов, которые проводят семинары, как сделать жизнь лучше. Держись за надеждой. Будь храброй. И самое главное, никогда не теряй в меру в себе. Сука, ладно! Карапузы ложатся спать, а Рёсква видит во сне родителей. Чё-то раньше ты о них так не думала, когда сбегала. А утром Рёсква будет вот это вот. А-а-а! А кстати, чё ты так пугаешься? Ты его должна была прекрасно видеть перед сном. Или в ночном свете похер на клыкастого монстра. А днём ядрить, как страшно. И детишки начинают оправдывать своё существование. Какая гадость это, ваша рыба. И мне прям дико нравится, с каким недовольством Рёсква смотрит вообще на любую работу. Например, тот же Тиальфи понимал, что накосячил и дабы не навлечь беду, ушёл с богами. И теперь делает дела. А Рёсква, мало того, что вообще могла не идти, так ещё и сидит с таким лицом, будто её заставляют делать что-то прям аморальное. Слышь, родная, это рыба, которую вы, скорее всего, так же будете есть. Да, конечно, это не варёная грязь, но всё же, раз уж напросилась, то работай. Напрашивается вопрос, почему я вообще должен за неё переживать? Позже детишки наводят порядок в комнате, и Рёскве это надоедает. Свинья. Не смей оскорблять господина. Вы относитесь к нам, как к рабам. Да, так и есть. А я ещё раз напоминаю, что сиди ты дома и помогай родителям, ничего бы этого не было. Так что ты сама виновата. Но что ещё удивительно, что боги в наказание за такую дерзость? Как вы думаете, что? Пишите в комментариях. Может быть, отчитал, наругал или высек? Нет. Боги сделали ещё хуже. Сразу предупреждаю, уберите слабонервных от экранов. Их заперли в комнате. Конечно же, Рёскве не нравится такое обращение с ней. Погоди. Чё-то место, где ты жила, не было похоже на царские хоромы. А тут ты в тепле, при еде, с братом. Блин, да чем ты недовольна? Ты живёшь получше некоторых. А собственно говоря, на чё ты, блядь, рассчитывала? На массаж и трёхразовое питание? Но Тьяльфи её успокаивает. Мы здесь не случайно. Конечно, блядь, не случайно. Из-за тебя, придурка. Но Малая всё же решает сбежать. Нужно отсюда выбираться. Не наше дело ловить волков. Стоп, блядь. А кто говорил про вас? За всё это время ни разу никто не сказал, что вы пойдёте ловить Фенриера. От вас-то только и требуется, что работа по дому. Да вас даже за ваши косяки не то что не бьют, даже не ругают. Что за придуманные проблемы? Откуда взялась идея про ловлю волка? Рёсквать Яльфи и вот это вот по имени Кварк сбегают. И оказывается, что Саблезубый довольно силён. Можете не запоминать. Нам по большей части эта информация больше не пригодится. Но детишки не хотят брать его домой, потому что... Посмотри на него. Он же из великанов. Он из великанов? А, ну наверное, он своего рода выродок, и поэтому великаны от него отказались, раз он такой мелкий. Но всплывает новая проблема. По Радужному мосту могут пройти только боги. Наверное, вы сейчас думаете, а где же хранитель моста Хеймдалл? Взгляни и сам поймёшь. Ну, наверное, он отошёл нахуй и нет его в этом фильме. Благо, наши герои спасают Кварк, и они решают пойти по живописному маршруту. И если честно, я хз, как они попали в этот лес. Потому что лес мы видим вот тут. И топать, судя по виду, туда было далековато. Но ребятки даже и не выглядят уставшими. Но тут ребята обнаруживают след Фенрира. Хотя, если судить, показывал лошадям, то можно подумать, что в лесу обитают твари и куда пострашнее. Спойлер, там никого нет. Лучше вернёмся к Тору. Ни за что на свете не пойду назад к Тору. Ирифи решает вернуться к Тору. Но по пути его перехватывают какие-то бомжи. Я ничего не сделаю! Ты смеешь обращаться к королю великанов. Стоп, чего? Великанов? Это, каким местом, мне интересно, они великаны? Хуй его знает. Да вы ростом, спиздука, блин! Я бы всё понял, если бы боги, как и великаны, принимали человеческие формы в мире людей. А в своём мире были бы огромными, как в фильме Перси Джексон. Но нет. Они шо тут, шо там нормального роста. Вопрос гигантских дверей в Альгале остаётся открытым. Видимо, всё же комплексы. Ужас. Какая неловкая ситуация. Скажи, ты пришёл сюда один, Тиальфи? Нет. Я здесь сестрёнкой. Рёсквой. Ой, дурак! Да, Тиальфи тоже умом не блещет. Затем Тиальфи под предлогом, что, мол, станешь таким же сильным и красивым, отводят Вудгард. Идём со мной, если хочешь жить. А Рёсква тем временем опять играет в строителя, пока Кварк добывает еду. Эх, Кварк, беги ты от неё. Она тебя сожрёт! Позже вечером она делает вид, что хочет развести огонь. Но так как руки у неё растут из жопы, она снова идёт к Кварку, который и согреет, и накормит, и развеселит. Бахнув грибочков, молодая семья ловит приход. Правда, к чему тут это, я так и не понял. Вслед за приходом, Рёсква ловит, видимо, дикую изжогу. Отчего охудевает даже Кварк. Нихуя себе! Наступает утро, и их находит Тор. Ну вот теперь-то будет кара небес. Рабы, да ещё и сбежали. Или нет. Блин, мне почему-то казалось, что скандинавские боги куда жёстче, а у них к ней реально божеское отношение. По пути в Вальгалу на них нападает Фенриер. Но оказывается, что Рёсква может им повелевать. Ну, либо он просто отказался марать ей свой рот. Из последующего диалога Тора и Рёсквы мы узнаём, что Рёсква чувствует Фенриера. И что пирамидки, которые она строит, не так просты, и что тогда значат. Что узнаем позже. А мы переносимся в чертоги, где Тор пытается всех убедить, что Рёсква дитя света. Перерождение Вельвы. Три тысячи лет назад будущая правительница Игдрасили исчезла без следа. Так. И если я не ошибаюсь, то Вельва была прорицательницей. Но никак не правительницей мира. Хотя я могу ошибаться. Божественное дитя. Это ты? Я простая смертная. Именно. Ха-ха-ха. Ну, конечно, если маленькая девочка сказала, что она не богиня, то так оно и есть. Ты ж всевидящий Один. Чё ж ты такой слепой? Ну, а мы-то уже понимаем, что она действительно дитя света. А значит, вспоминая Радужный мост, у нас тут мораль пиксаровского вперёд. На защиту теории о том, что рёсква дитя света встаёт фрик и приводит неопровержимые доказательства. Это она. Да ладно! А мы возвращаемся к Ти Альфе и Вели... Вели... Велика... К бомжам. Ты обещал сделать меня богом. Это так. Ну, с дедовским-то самогоном любовь себя богом почувствует. И Аки на пьяной посиделке с семьёй и дед спаивает мальца. I'm okay. I'm okay. I'm not алкоголик. Рёсква же в это время дрыхнет Аки-царица в мехах. То есть к ней и так было относительно неплохое отношение, так теперь она вообще богиня. Но её сон прерывает фрик. В оригинале фрик богиня, любви, семьи и вот этого вот всего. Но, судя по лицу этой актрисы, эта фрик, скорее всего, богиня-дерево. И в час ночной фрик выгуливает рёскву. Чтоб та не нагадила в постель. Ладно, простите. По ходу выгула фрик всё же решает утопить рёскву. А, нет. Она показывает ей, что боги в раздоре. Раздоры разделили богов. Хотя за весь фильм нам максимум показали одну стычку. И тоннерной почвы из-за побега Фенрера. Также она говорит, что... Они отринули свой божественный долг. Забыли своих смертных почитателей. Во-первых, где все эти почитатели? Нам показали только одну семью каких-то отчепенцев. А во-вторых, и что? Отсутствие почитания что-то не особо сказывается на богах. Вон все живы-здоровы. В общем, непонятно. На утро Ворон приносит модные аксессуары. Это Тьяльфи. Где он? Отъехись от меня, я просто птица. Он жив, да? Бля, да я ХЗ, отъехись. Ворон указал на юг. Ворон просто улетел, он тебе ни на что не указывал. Мы должны идти в Утгарт. Вы должны, вот и пиздуйте. Просто красивый кадр. Итак, добравшись до логова бомжей, нужно незаметно в него проникнуть. И выкрасть мальца. Ой, дурак. Бля, а тут великан почти ростом с девочку. И наша бригада Ух наконец-таки попадает на аудиенцию к королю. Приветствую, Тор. Вот мы и свиделись снова от гордологии. Ну нет, я это повторять не буду. Ты будешь просто Локи 2. Отдай мальчику от гордологии. И мы не будем тебя докучать. Вы можете его забрать. Если согласитесь на состязание. Не выйдет. Согласны. И Тор, вместо того, чтобы устроить самую динамичную сцену за фильм, с расшвыриванием бомжей соглашается на условия Локи 2. Первое испытание. Алкашка. То сумеешь опустошить мой самый большой рок одним глотком. Я должен пить? Да. Я справлюсь, будь уверен. Тор радуется через край, вообще не чуя подвоха. Да, с извилинами там, видимо, тоже беда. И Тор начинает бухать. Но приготовьтесь. Возможно, эта информация повергнет вас в шок. Это была ловушка. И бухло в роге бесконечное. Блин, да с таким уровнем сообразительности Локи 2 мог просто сказать. Победит тот, кто вскроет себе пузо ржавым ножом. Или чё, засал? Ну да ладно. Я дам тебе второй шанс. Одолей мою царицу. Ты смеешься надо мной? Да ладно, блин, Тор. Ты опять не чувствуешь подвоха. Схватил молот и расхреначил там всех. Твою мать! О боже, нет, это ловушка. Но обиженный Тор не хочет уходить. Я не уйду, пока не сражусь с кем-нибудь один на один. Вызов принимает мать Локи 2. Старая ведьма, хочешь меня оскорбить? Да ладно, блин, серьёзно. Тебя первые два раза вообще ничему не научили. Сегодня в белом танце кружимся. Ну что ж, тогда у меня тут для вас справочка. О том, что вы пи***ц какой тупой. Вот это поворот, бабка вытягивает из Тора всё, что только можно. Ну, конечно, кроме ума. Его там и не было. Сказочный долбанёб. Вернувшись, Рёсква наблюдает типичную вписку настройки. Тор мёртв. Не может быть. Представь себе! Когда же мы прекратим слушать этих жалких смертных? Слушай, дядя, как бы от этих жалких смертных зависит твоя жизнь? Это всё равно, что я бы сказал. Когда же я уже перестану дышать? Как ты смеешь так говорить сотенам? Отвечай! Серьёзно? Чтобы вывести маленькую девочку нужны два мужика? Она может идти сама. А вот это уже интересно. Рёсква покидает Асгард и находит графон. Ну ладно, графон более-менее годный. Видимо, на него и слили весь бюджет. А Один тем временем принимает тот факт, что малая всё же дитя света. И собирает всех. На сходку прискакивает и Рёсква. Мы нуждаемся в тебе, Рёсква. Приближается Рагнарёк. Почему в данном случае использовать слово «Рагнарёк» это тупой ход, я расскажу в конце. Мы должны идти в землю великанов и пробудить Тора. Один лишь его молот способен победить Утгарда Локи. Да ладно, серьёзно. А он им не воспользуется, потому что он звезда, какой тупой. И как я говорил, использует он сразу свой молот и расшвыряет там всех. И всё, финита. Но мы уже видели уровень его сообразительности. Оу, ща будет мясо. Вернёмся назад. А почему бы Фрик не использовать свои джедайские приёмы и не обездвижить всех? А хотя... А хотя уже так похуй. Мда, и всех спасает Рёсква при помощи пса. Вы серьёзно? Шестёрки Локи 2 смогли навалять касту богов? Шестёрки? Касту богов? Шестёрки? Ка... Да, нам вначале говорили, что боги слабеют из-за войны с великанами. Но это чё, работает только в одну сторону? Великаны не слабеют? Но у богов открывается второе дыхание, и они пробивают путь. А Фрик тем временем... Ебанутая. ...стоит. Просто, блядь, стоит. Думу думскую думает. Ребята заходят в пещеру. Туда же телепортируется и Фрик. И создаёт блок. А Локи всё это время, находясь в стане врага... Похоже, кайфует. Кайфуем. Ну, а тело Тора за всё это время так никто и не убрал. И я, конечно, всё понимаю, но вы хоть иногда бы порядок наводили. Но тут на арену выходит тот, который выбрал вилкой в глаз против вождя бомжей. И почему я рассчитывал на что-то более зрелищное? Ну, а Рёсква тем временем... Тор! Ты жив, я же знаю! Я же знаю! Нет слов. Я не хочу смотреть больше этот фильм. Ладно, там немного осталось. И Тор начинает всех раскидывать. То есть, фильм намекает, что Один курит в сторонке. Тор самый могущественный в их касте богов. Самый тупой, конечно, но и самый могущественный. Есть, конечно, ещё фрик, но хрен пойми, что у неё там с силами и что у неё там в башке творится. Но вернёмся к нашим баранам. Так тяжело видеть губы, которые не можешь поцеловать. И снова же претензий к Локи нет. Его ушатал шестёрка. Что говорит о том, почему он не мог сбежать из плена. Король бомжей побеждает Одина. И начинает махать с Тором. А Рёсква бешенством матки дезинтегрирует обидчика. И блин, вы оставили самое важное дитя без присмотра? Да что с вами такое, люди? Девчуля своей суперсилой, назвав братца кучу раз по имени, возвращает ему рассудок. Ну а Тор, как я и предполагал, побеждает того, кого не смог победить Один. И все живы-здоровы собираются уходить. Как вдруг ведьма ограждает Кварка линией огня. Ну блин, слава сериальному богу, наконец-то, хоть один напряжённый трагический момент. Что же выберет Рёсква? Спастись или рискнуть и спасти друга? Чёрт, там же её поджидает ведьма, а Рёсква одна. Бля, бля, бля. Должны уйти, сейчас. А как же Кварка? Забудь о недоумке, он нас замедляет. Мы не можем его бросить. С меня довольна. Нет, это с меня довольна. Рёсква! Уходим. Боги покидают пещеру. Все возвращаются в Вальгалу и Рёскви предлагают стать одной из богинь. Я не могу. Рёсква. Моё место не здесь. А вам не кажется, что ваше место возле Параши? Но не все хотят уходить. Я останусь здесь. И единственный, кто мог помогать семье по хозяйству, решил остаться. Бля, за что вы так родителей-то не любите? Ты уверен, Тельфи? Возможно, место среди богов займу я. Да с какого бы перепугу? Ты просто чмошник, никак себя не проявивший, а только косячивший. Рёсква со всеми прощается и уходит. Но, дойдя до Радужного моста... Рёсква! Ой, а шо такое? Ты ж там вроде остаться хотел. Мне кажется, боги там просто посовещались, подумали так же, как я и вынесли вердикт. Я останусь здесь. Он нам и нахуй не нужен. Дети возвращаются домой вместе с Кварком. И как мы видим, пока эти двое занимаются хозяйством, Рёсква снова строит пирамидку. И на этом фильм заканчивается. Наконец-то. Вальгалла Рагнарёк. О, наконец-то это кончилось. Ну, что я могу сказать? Что я могу сказать? Тут вообще нужен какой-то вывод? Да. Ну ладно. Эта история, судя по всем неточностям и корректировкам мифологии, явное переосмысление. И явно не лучшее. Где главные персонажи постоянно тупят и песят. И знаком ли вам термин архетипа персонажа Мэри Сью? И если вкратце, то это такой тип персонажей, которым очень везет. Я бы сказал, он везет настолько, что это бросается в глаза. Так вот, теперь этот тип персонажей можно смело переименовывать в Рёскву. Потому что её везению можно только позавидовать. И если у неё к жопе не перешита кроличья лапка, то так быть не должно. Ну а про Рагнарёк я вообще молчу. В мифах это настолько колоссальное событие, что и представить страшно. Ну а тут... Да и вообще, зачем было называть всё это дело Рагнарёком? Забавно, что в оригинале фильм называется просто Вальгала. И да, конечно, можно было бы начать кидать говном в локализаторов, но в самом фильме они то и дело говорят про это событие. По мне, убери нахрен лютоволка, убери нахрен слово Рагнарёк и выбери как сюжет просто стычку богов и вели бомжей. Вложи во всё это дело деньги от того, что пса убрали. И вуаля, твори ты в этом фильме что захочешь. Может пытались выехать на Торе Рагнарёк. Но Тор вышел чёрти когда, поздновато спохватились. Да и к тому же трейлер намекал, что нас ждёт далеко не Марвел. А что нас ждало? А нас ждало непонятное нечто с абсолютно бесячей главной героиней. Тупорем Тором, который по сути своей является лучшей антирекламой алкоголя. Деревянный Фрик и Локи. Вот единственный персонаж, которому я в принципе испытывал симпатию. Знаете, если хотите посмотреть интересное переосмысление мифологии, посмотрите недавний Бог Грома. Да, фильм может быть и на любителя, но всё же мне понравился. Бог Грома. Всё, я кончился. Мне больше нечего добавить про Вальгалу Рагнарёк. Ну а на этом у нас всё. И всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну а в описании вы найдёте ссылку на просмотр фильма. Если, конечно, она вам нужна. А также ссылки для вашей поддержки канала и ссылки на мой инстаграм и группу ВК. Где мы иногда что-нибудь вместе смотрим. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока.